Привет, друзья! В этом видео мы будем разбирать одну популярную песню, которую поют известные певцы Баста и Зиверт. Песня называется «Не болей». Если это видео вам понравится и будет полезным, пожалуйста, дайте мне знать своими лайками и комментариями. Поехали! Итак, в этой песне очень часто повторяется один и тот же мотив, и он построен на игре слов. Они используют три слова. Это небо, sky, лей, это imperative from to pour, лей, и не болей, stay well, don't get sick. Как, собственно говоря, и называется эта песня. Не болей. Давайте посмотрим на первые четыре строчки. По сути, они поют одно и то же. С неба, лей. С неба, from the sky, лей, imperative of to pour. С неба, лей. И потом эти строчки перетекают в последнюю. С неба, лей, дождь. То есть, rain, pour from the sky. Пока меня ты ждёшь. Пока это while. Пока. Ты меня ждёшь, you are waiting for me. Потом вступает Зиверт, и она поёт то же самое, но добавляет ещё одно слово. Не болей. Don't get sick, stay well. Не болей. То есть, вы видите здесь эту игру слов. С неба, лей, pour from the sky, и не болей, don't get sick. Да? С неба, лей, не болей. Звучит очень похоже. Я бы мог сделать солнце ярче, чтобы растаял лёд. Я бы мог, I could. Помните, пожалуйста, что бы у нас используется с прошедшим временем. Я бы мог. Мог – это прошедшее время, masculine. Я бы мог сделать солнце ярче, make the sun brighter. Яркий – в сравнительной степени у нас ярче, brighter, ярче. Чтобы растаял лёд. So that the ice melts. Лёд – это ice. Растаять – to melt. И чтобы также используется с прошедшим временем, поэтому растаял у нас в прошедшем времени. Ты бы мог, но между мной и тобой не холодно, не тепло. Ты бы мог, so you could have done it, ты бы мог. Но между, между – это between. И между плюс instrumental keys. Поэтому между мной и тобой не холодно, не тепло. Ни-ни – это neither nor. It's neither cold nor warm between us. Ни холодно, ни тепло. Потом Баста поёт. Я бы мог улыбнуться, но в этой песне только минор. Опять у нас. Я бы мог улыбнуться, но в этой песне только минор. Ну, вы знаете, что в музыке у нас есть мажор и минор. В данном случае минор – это что-то грустное. То есть In this song we only have sad tones, да? В этой песне только минор. Ты бы мог, но в этой истории слишком много но. Ты бы мог, you could do it. Но в этой истории, but in this story, слишком много но. Too many words, but. Слишком много, то есть Too many. Потом он поёт. Я бы мог всё объяснить, но это значит подвести итог. Объяснить – это to explain. То есть I could explain everything. Но это значит But it means Это значит Подвести итог. Подвести итог означает To summarize To get it all straight To finish To terminate То есть Подвести итог по сути означает Закончить. Ты бы мог, но всё закончится плохо, я знаю наперёд. Ты бы мог, но всё закончится плохо, я знаю наперёд. Всё закончится плохо, everything will end badly. Закончится to end to finish, я знаю наперёд, то есть я знаю заранее, I know in advance, наперёд. Я бы мог, прости, но слишком жестоким был урок, я бы мог, I could. Прости – это извини, да, forgive me, прости, но слишком жестоким был урок. Урок – это lesson, so the lesson was too cruel. Жестокий – это cruel. Ты бы мог, но когда уходит любовь, бессилен Бог. Когда уходит любовь, when love is gone, уходить – это to leave, бессилен Бог. Бог means God, бессилен, powerless, то есть без сил, да, Бог ничего не может сделать. Бессилен Бог. Она поёт. Быть рядом надо ли? Do I really need to be next to you? Надо ли? Do I really have to? Чувство – это лифт. Our feelings are like an elevator. Чувство – feelings. Чувствовать – to feel. Lift – it's an elevator. И чем выше мы от земли, тем невесомий флирт. Чем – тем. The more – there – something else. Чем выше. The higher we are. Чем выше. От земли. Земля – это the earth, ground, да, то есть чем выше мы от земли. The higher we are from the ground. Тем невесомий. Невесомий – это очень-очень лёгкий. То, что не имеет веса. So the lighter our flirtation becomes. Тем невесомий флирт. Не каждому везёт забивать на всё. И снова близко к сердцу. Не каждому везёт забивать на всё. Вести означает to get lucky. Мне везёт. I'm lucky. Не каждому везёт. То есть not everybody is so lucky. Не каждому везёт. Забивать на всё. Забивать или забить – это сленг, который означает не обращать внимания на что-то. Если вы кому-то говорите забей, это означает forget it, just let it go. Забей. И она говорит, не каждому везёт забивать на всё. Not everybody is so lucky to be able to let go of everything. Я снова близко к сердцу. Выражение принимать что-то близко к сердцу означает воспринимать это слишком серьёзно. И она говорит, что, наверное, эти отношения или то, что происходит, она принимает слишком близко к сердцу, то есть слишком серьёзно. Так, ну что, длинная часть. Давайте разберём по строчкам. Он говорит, пусть хоть дождь, хоть снег, мой дом пуст. Let it be rain, let it be snow, my house is empty. Пусть – это let it be, да? Хоть, хоть – это either or. Хоть дождь, хоть снег. Пуст – это краткая форма от прилагательного пустой, empty. Холод ночью, наболтаем децибел. Холод ночью, то есть ночью холодно, да, it's cold at night. Болтать означает to chat. Децибел, ну, то же самое по-английски, это единица громкости звука, да, децибел. Наболтаем децибел – это никакое не выражение, то есть, наверное, он имеет в виду, что они будут говорить или долго, или громко, скорее всего. Я не злюсь, это точка, это точно разбег. Я не злюсь, I'm not angry. Злиться – это to be angry. Я злюсь, ты злишься. Это точка. Точка – это point, full stop, period. Да, это точка. Это точно разбег. Разбег – это существительное от слова разбегаться. То есть, это точно разбег. It's for sure, it's speed up. И наизусть знаю, что ты скажешь мне в ответ, моя грусть. Знаю наизусть, I know by heart. Знаю наизусть. Что ты скажешь мне? What you are going to tell me? Что ты скажешь, да, это будущее время. Скажешь мне в ответ, as a response to me, моя грусть, my sadness. То есть, ты называешь девушку, моя грусть. Я просто не успел, ну и пусть. Успеть означает сделать что-то вовремя. Успеть. Я не успел, то есть I couldn't make it in time. Ну и пусть, let it be, that's okay. В следующей строчке мне, честно говоря, не очень понятно, какое последнее слово он поет. Если верить тексту, который можно найти в интернете, он поет хоть в дождь, хоть в снег, я вернусь. Let it be rain or snow, I'm gonna get back, I will be back. Я вернусь. Я, честно говоря, слышу там слово почему-то я дымлю. Дымить это сленг для курить, да, то есть то же самое, что курить, to smoke. Не знаю, я права или текст в интернете прав, но поет он не очень четко, так что давайте просто пропустим это слово. Еще пара сигарет на краю, и нас нет. A few more cigarettes on the edge and we are gone. Еще пара, то есть еще несколько, a few more. На краю, on the edge. Край это edge. И нас нет, то есть мы исчезнем. We will disappear. Нас нет. И потом опять звучит тот же самый припев. Вот так, друзья. Надеюсь, что вам понравилась эта песня и понравилось мое объяснение. Если так и есть, то, пожалуйста, дайте мне знать своими лайками и комментариями. Они для меня, как всегда, очень важны. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok